Как и все здесь, самое основное боли в поясничном отделе позвоночника. Даже боли, это сказать, очень слабенькое. Я не могла прийти, меня сюда привезли. Не то, что я не могла передвигаться, а вот на какие-то расстояния большие я ходить не могла. Потому что выраженные деструктивно-дегенеративные изменения пояснично-трессового отдела позвоночника. Два диска практически отсутствуют, то есть позвонки сидят друг на друга. И все вот эти осколки, ошмёрки, значит, сместились сзади, ну и травмируют корешки, а где-то их и пережили. Вот я просто хотела бы уточнить, потому что вы рассказываете, и вот вы стоите, такая вся цветущая, всё нормально. Вы расскажите, как вы ходили, что вы без обезболивающих не выходили на улицу, что вы передвигаться более пяти минут на ногах, вы стоять не могли. Да? Вот поверите, нет? Не поверим, да? И что? Значит, я даже работала, и то, последний месяц, но я уже решила уходить, и то, действительно, и стероиды противополитные средства с утра, и у отца в очень небольшой дозе, потому что, действительно, расслабляет мышцы, можно, идёшь, как я, наверное, порой, да? И обезболивающие. Без этого я выходить на улицу не могла. Значит, на прогулки, естественно, я ходила. А как ходила-то? Весь свой путь по остановкам, так сказать, автобусу. Чтобы от лавочки до лавочки посидеть, потому что долго, больше пяти минут в вертикальном положении я доходить не могла. Более, да и не просто боли, понимаете, а нога отказывалась переступать. Вот встать, как люди встают, вот с лавочкой встали и пошли, правильно? А я не могла так встать и пойти. Я должна была встать, постоять. Наверное, нервный импульс, я так понимаю, должен пройти, потому что нерв был зажар, да? Значит, нервный импульс должен дойти и дать сигнал на передвижение. А вот так сразу пойти, вот обратите внимание, вот вы можете встать и пойти. Я только стараюсь. Вот когда у меня такие проблемы появились, я только тогда поняла наши все ученики, которые читала до того, что не может человек, да, вот сделать шаг. Нет? Нет, ты знакома. Вот, господи. Вот пришла я сюда, встретили меня, как и всех вас, очень любезно и хорошо. Села я вот на это место, на нем был вот этот полис. Поясочек? Да, поясочек, который мне даже не хватило, чтобы это... А сейчас хватает, сейчас хватает. То есть постранили еще, как-то? Ну да, немножко. Вот, вот, обалденно. И вы знаете, я вот сразу почувствовала, что мне легче стало. Я пришла, от машины сюда дошла, и для меня прям уже подвиг был, и мне сразу стало легче. До такой степени я влюбилась вот мгновенно в этот пояс, чтобы меня постеснялась, скажем, сказать, что я вам в первый день отдайте мне этот пояс. Вот до такой степени я в него сразу влюбилась, потому что я почувствовала это мое. А когда пришли к решению купить кровать? Вот, королеву Нугабеста. Так. Постольку, естественно, человек понимает, что... Нет, мы как-то уже должны... Да, мои обязательства. Я, вот, появились вы видите 20 лет назад, 20 лет назад я однажды посетила такой зал, вот, ну разочек-то три. Просто не могла так. Ну и проблемы тогда, конечно, не так были ярко выражены. Они уже появлялись, но не так и ярко выражены. Ну и как-то так некогда было, короче говоря. Но то, что эта кровать нужна, я знаю давно. Я ездила в санаторий, и первое, что я там всегда просила, вот, ну они не такие кроватенные, но что-то по коже, где просто валики, где что-то, ну вот что-то это помогало. Сначала это хватало где-то на месяца 9, потом, конечно, этот промежуток уменьшался с возрастом. С возрастом, да. И вот в конечном итоге, вот я же честно говорю, что я в октябре была, да, и там, причем, хорошее очень оборудование, 7 процедур я получила, пока узнала, знаете, не все же, еще сразу, знаешь, я там самат, там американский, значит, стоит, не знаю, который мне нравится. Ну, пришли, даже с растяжениями. Мы были в американском, да, да. В основном полечили, все равно были больны. Да, и в декабре я пришла. Я разрушила. Пришла. Привезли, привезли. Вот, а сейчас с Нука-Бестом. А сейчас я с ребятами транспорта сюда добираюсь. Запросто. Запросто. Я, значит, уже таким человеком стала, что не могла ничего планировать, понимаете? Вот, самое большое мое достижение, это выйти и погулять. Ну, чтобы уж совсем-то не сидеть дома. На диване просто сидеть, а лежать, да. А сейчас я могу отсюда сесть, в автобус, вон и дочке поехать. И это сколько вы уже ходите? С декабря. Сколько пользуются дома? Ходить не находишься. Это я вам скажу, что у меня дома все есть. Естественно, я ведь здесь покатаюсь, на полеже, я даже вот этим не пользуюсь. С утра я уже... Галина Васильевна устояла, что перебила. Она же сказала, раньше, говорит, позанимаюсь, и результата хватало там на 9 месяцев, когда было гораздо моложе. И с каждым разом результат все сокращался, сокращался и сокращался. А сейчас в таком, ну, скажем так, хрустальном возрасте этим надо пользоваться... Ежедневно. И по нескольку раз в день, да. Ну, кровать где-то 3 раза. Вы используете, да? 1 раз здесь и 2 раза дома. Утром обязательно и вечером. Столбцы сколько раз? Ну, два. Два раза в день. Но я боюсь сейчас делать неостимуляцию, я чуть-чуть делаю сейчас. Потому что когда я купила, я не знала, как им пользоваться. Почему я сюда хожу? Зазнаю, вот как пользоваться. Я не знала. Я по максимуму врубила на А1 и 15 интенсивность. Да. И пошло обострение. Подаграю. А тут на прошлой неделе, сразу даже диагноз не поставили, что эти. Как я говорю, без консультанта это оборудование. Пятник заболел. Руку два часа до меня дошло, что это шпора. Раньше не было. Но. 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 В пятницу заболела. Я не могла ходить, мне надо было ходить. Я еле-лее, все сильнее было. А к субботе? Нет, сейчас. Обалдеть. Это. Вот как здорово, вам повезло, что вы, как врач, еще имеете такое оборудование, которое вас исцеляет. Вот. Никакой мимо стимуляции я уже это. Но прижигать. Вот 70 градусов. Да. Я прям стояла. Ну, сколько терпения, что называется. Ножки. Сниму. В лапе отставлю. Так. И встает, стоит. И мою весить. Очень хорошо. Да. Давайте заберем все результаты вот в этом. Значит, хожу, ноги не болят. Вот все эти проблемы. Энергия. Энергия привел. Давление. Давление. Вот максимум, что я, да, эти последние два месяца намерила, 130. 130 максимум. Может быть, последние на 90. Понятно. Это вы представляете? Ну, 125. Отлично. Иногда, правда, 95. Так. И еще какие плюсы? Значит так. Головокружение. Головокружение ушли. Ушли. Судороги. Судороги ушли. Сон. Восстанавливается? Сон еще вот. Восстанавливается. Лучше, но пока же не нет. Но я не сплю на... А, матрас. Матрас. Надо замечтать. Матрас-то у вас в мужа. Да, у мужа. А у мужа-то сон как? Лучше, да? И давление пришло. И давление в норму пришло. Ну, мы пьем, правда, вот эти... Так, а что вы пожелаете нашим девочкам, которые еще не приобрели массажную кровать домой, приобрести? Это очень дорого. Это не просто морально. Действительно не просто. Ну, а я вам однажды сказала, вы сказали замечательные слова. Девочки, нас смерть-то все собрали. И мы дружный форум, да-да, все собрали. А на жизнь не хотите? Вот для меня это было как... Откровение, да? Откровение, да. Действительно. А на жизнь не хотите потратить эти деньги? Вот и потратите. Деньги на жизнь. Потому что качество жизни другое. Когда ты перемещаешься, и я вот иду сейчас, когда практически не ходила, да, вот таких, как я, я могу обогнать. Для многих скорость моя передвижения, и не потому, что я там...